ну что ж меня жизнь ничему не учит это hold 5 до этого флип 5 утопила окончательно смотрим 4к 60 fps вот так примерно hold 5 будем надеяться что в отличие от флипа он не помрет надеяться флип 5 не реанимировался всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом и долгие стримы и сегодня я расскажу вам о смартфоне samsung fold 5 насколько он хорош какие у него минусы какие плюсы и разумеется подобное устройство будет покупать только очень узкая категория разумеется samsung ушел официально с нашего рынка у них нет рекламы и все кто раньше им пил дифирамбы сейчас обливают их грязью потому что денег с них не получить я эту раскладушку купил на свои деньги и это первая раскладушка от самсунга которая мне зашла в плане я могу купить я потом его без проблем продам и он и правда достойный аппарат насколько он достойный почему я расскажу в ролике ну стало абсолютно все просто допустим вот для меня я пошел в магазин посмотрел что все шарнир уже почти плотно складывается все уже не такой безумный вот этот переход между двумя экранами хотя он такой же большой и камера здесь основная просто шикарная это по большому счету все что меня интересовало для того чтобы сделать обзор на основном канале сейчас вы видите обзор на этот аппарат на live канале уже выгружен ролик обзор одним кадром где с основного модуля который снимает также как и любой другой флагман хожу 10 минут и кратко об этом смартфоне рассказываю samsung в каком-то смысле стоят на месте с одной стороны с другой стороны помним что они выкатили под эти дела самую идеальную оболочку которая существует на рынке и нет людей которые скажут что у фолдов каких-то других брендов оболочка лучше здесь максимально все продумано под все возможные варианты использования если вас интересует этот девайс я вас понимаю смотрим распаковка поставляется данная модель в такой же упаковке как и модель z flip 5 только она больше разумеется упаковка из плотного картона выглядит она отлично пакинг хороший правда комплект минимальный в комплекте мы имеем кабель для зарядки с тайп си на блок питания отсутствует что неудивительно как и нет чехла так как это же самсунг краткое руководство сам смартфон и ключ для извлечения слота по 2 наносим карты в некоторых модификациях можно заводить до 2 есть им весит samsung galaxy z fold 5 256 граммов а его габариты в сложенном состоянии 155 на 65 на 16 с половиной миллиметров с блоком камер в разложенном 155 на 130 на 9,4 миллиметра с блоком камер розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно возможно еще на новый год разыграю айфон 15 все как говорится зависит от вас больше трех тысяч лайков мы уже набили на ролик по ссылке в описании на объем 5000 разыграю подписывайтесь колоколом перейдем же к смартфону полетели в продаже есть черная серая бежевая голубая синяя расцветка данной модели все зависит от региона тыльная часть смартфона особо не отличаются от тыльных частей обыкновенных самсунгов но скорее всего вы будете покупать под него чехол иначе без него функциональность смартфона падает в разы дизайн устройства привлекательный выглядит смартфон отличен отмечу что модель получилась довольно легкой тыльная часть выполнена из стекла рамка из алюминия сборка хорошая как и качество материалов с внешней стороны на шарнире расположили надпись samsung от шарнира хороший открыть одной рукой смартфон проблематично но возможно фиксировать под 90 градусов разумеется можно и не только под 90 люфт у механизма в открытом состоянии не заметил хотя через три-четыре месяца использования у некоторых он появляется и повторяюсь гарантии здесь как говорится must have я уже столкнулся как я вначале говорил ролика с тем что у меня flip 5 навернулся и без гарантии это конечно все печально хотя в основном нашем регионе продают глобальную версию данных смартфонов не теряйте чек и чаще всего все проблемы решаются в сервисном центре зазоры в пределах нормы в сложенном виде щель между экранами минимальная по эргономике в руке смартфон лежит удобно конечно он не тонкий но благодаря его весу использовать смартфон в сложенном виде можно даже одной рукой на втором экране виднеется изгиб что неудивительно в использовании он ощущается но как вам не подобные изгибы уже не являются проблемой и кое-где они отсутствуют vivat huawei мопа там они практически незаметно также как у сяоми да это не плоский экран без каких-либо волну учитывая форм-фактор устройства это насколько хорошо его реализовали по сравнению с прошлыми моделями все даже очень неплохо далее на корпусе расположили кнопку питания качали регулировки громкость разъем для зарядки usb type-c от ага версии 3.2 ген 1 за что спасибо но и машел подключение нет с другой стороны можно использовать все равно смартфон благодаря оболочки по всякому хоть компьютеру подключай хоть к монитору хоть к телевизору хоть android auto то есть по здесь максимально крутое также мои микрофоны и динамики стерео в данной модели полноценная так как установлено два основных динамика один разговорный громкости более чем достаточно ко всему в настройках можно разумеется различные функции активировать для улучшения персонализации звучания там по звукам вообще очень много всего интересного стандартный набор аудиокодеков bluetooth устройств на борту не особо много но достаточно вибромотор тактильно приятный но не особо мощный настроить силу вибрации можно даже сказал что он слабенький для такого телефона мини-жек на три с половиной миллиметра как и к порт отсутствуют здесь данная модель поддерживает стилус с пен место в корпусе под него отсутствует но продается чехлы в которых предусмотрели место под стилус обычно вместе со стилусами кстати zfold 5 имеет защиту стандарта ipx8 напоминаю что samsung galaxy z flip 5 защита ipx8 у меня погиб и что я буду делать с этим смартфоном я пока не знаю потому что полторы тысячи долларов спустить в бассейн иногда неразумно летим дальше смартфон оснащен двумя дисплеями экран внутреннего смартфона динамик amoled 2x на 7,6 дюйма с разрешением 2176 на 1812 пикселей w xj плюс и соотношение экрана 10,8 к 9 пиковая яркость 1750 нет внешний экран динамик amoled 2x на 6,2 дюйма с разрешением 2316 на 904 пикселя со стеклом corning gorilla glass victus 2 версии имеется поддержка hdr 10 плюс плотность пикселей у внутреннего экрана 374 ppi частота обновления экранов максимум 120 герц с адаптивным режимом тесты на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране результаты неплохие мультитач на борту и на 10 касаний одновременно внешний экран как и внутренние откликаются без проблем шим для samsung стандартный далее полноценная а от на борту автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно рамки у внутреннего экрана не громадные к слову как у внешнего экрана цветопередача у экрана приятные в любом случае в настройках можно персонализировать все под свои предпочтения также отмечу наличие режима flex но не для всех приложений данный режим удобен во время просмотра видео прослушивание музыки видео и фотосъемки ко всему есть мульти оконный режим с работой в трех приложениях одновременно удобно что есть панель с открытыми приложениями для быстрого доступа к ним ко всему z fall 5 поддерживает samsung dex система довольно неплохо оптимизированы и доработана но конечно же различные подвисания или что-то подобное встречаются в самом начале я бы сказал что смартфон по отзывам работал хуже чем любой средняк сейчас я не вижу чтобы он подтормаживал но какие-то приложение правда моментами загружаются дольше чем на аналогичных устройствах с аналогичной стоимостью от других брендов разблокировать смартфон можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в кнопку блокировки максимум четыре пальца распознавание лица максимум два лица по идее оно должно быть одно и у меня два лица разных завести не получилось у меня получилось завести свое одно лицо в двух разных вариантах стиля скажем так по системе безопасности все так же как у z flip 5 сканер отпечатков работает быстро процессор установлен qualcomm snapdragon 8 ген 2 for galaxy с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота которого 3,36 гигагерца графический процессор adreno 740 интерфейс ван юай на базе андроида 13 версия оперативная память lpddr5x на 12 гигабайт внутренняя память ufs 4 0 и на выбор 256 гигабайт 512 гигабайт и 1 терабайт имеется поддержка вай фай 6 серия поддержка 5g сетей что не для всех актуально а также поддержка и sim для 4g сети есть 7 20 бен связь смартфон ловит отлично звучание во время разговора хорошие микрофоны как и датчик приближения не подводили bluetooth здесь предпоследней версии 5.3 nfc смартфон разумеется поддерживает gps тест городских условиях показывает точность 3 метра что неудивительно и стандартно для qualcomm и довольно быстро все это дело происходит кстати как раз из-за того как вы выглядят карты на данном смартфоне его тоже можно советовать потому что карта на большом экране выглядит просто шикарно если у вас есть подставку машину под это дело то считайте у вас как маленький планшет который не планшет а телефон емкость аккумулятора 4400 миллиампер часов в писи марки он выдал шикарные 8 часов 3 минуты для такого типа устройства на максимальной герцовки максимальной яркости смартфон поддерживает быструю зарядку на 25 ватт заряжается у меня от 0 до сотки за 1 час 32 минуты что медленно хотя обещают час двадцать может быть когда емкость батареи станет поменьше тогда он будет за час двадцать и заряжаться беспроводная зарядка на борту до 15 ватт плюс есть реверсивная на четыре с половиной вата за один час просмотра видео на ютубе по вайфаю на 100 процентов яркости на внутреннем экране у меня улетает 7 процентов заряда в играх уходит в среднем 31 32 процента и я вам скажу что даже 90 fps он в папке держать не может во всяком случае стримить с него не получилось то есть я пытался провести стрим в твиче и параллельно играть в папка смарт перегревался отказывался это делать я не знаю у кого он там на максимальных настройках 90 fps держал но считайте что после четырех месяцев релиза и всех обновлений никакие там 90 fps даже в папке нет геншине он показал себя хорошо вообще много игрушек особенно где вид сверху перейдем же к тестам троттлинг тест я прогонял несколько раз на 100 потоках при 60 минутах и смартфон выдал в первый раз 307 гипсов минимально максимально 464 гипсов среднем 380 гипсов во второй раз 220 гипсов минимально максимально 428 гипсов в среднем 310 гипсов в гигабенче шестом в сингл кори он выдал 1998 баллов мульти кори 5258 баллов это на себе уж нам то есть и в джипе он выдал 9483 балла что тоже очень круто сколько он выдает в 3d марки вы видите и хочу отметить что относительно тех тестов что я видел в интернете и того что сейчас после всех обновлений в 3d марки смартфон стал более стабилен и процессор здесь стал отрабатывать значительно лучше также как он начал выбивать побольше баллов в antutu даже в минимальной своей версии если посмотреть старт и продаж это была одна история во всяком случае при тестировании сейчас все не так мрачно я бы даже сказал все неплохо 1 миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч баллов при том что поедает всего 7 процентов заряда это немного и греется он на 9 процентов но это учитывая что на него наклеен получается мной чехол и прогонял я это дело в чехле то есть целом хо-рошо и выбивает он почти 120 тысяч баллов сторож тест результаты стресс-теста вы видите на экране здесь все плохо летим дальше основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров или от вспышки основной широкоугольный сенсор samsung gen 3 на 50 мегапикселей с оптостабом апертура 18 далее сверх ширик sony amx 258 на 12 мегапикселей с апертурой 2 и 2 хотя за эти деньги хотелось бы 50 мегапикселей правда и углом обзоров 123 градуса последний сенсор samsung с 5к 3к 1 это телефото сенсор на 10 мегапикселей с апертурой 2 и 4 с оптической стабилизации оптическим зумом 3x ультра ширик может снимать только в 1080p 30 fps автофокуса я у него не обнаружил вообще на этом деле они сэкономили на камерах по основному модулю все волшебно как и у samsung с 23 ультра и вообще у других флагманов то есть смысл сравнивать его нет плюс минус те же тапки если у вас флагманский samsung это такое же качество видео как сейчас вы видите у этого смартфона запись видео для фронтальной камеры стандартно для самсунга 4к 60fps и ниже но спрятанная под экран камера разумеется качеством не радует и сравнивать ее тоже смысла нет цветопередача что у фото что увидел не натуральная цвета насыщенные даже с перебором как по мне но с другой стороны видео с основного сенсора в итоге получается плавная стаб отрабатывает хорошо плюс ко всему картинка приятная глазу нирвана и четкой но конечно в ночное время стандартно для самсунга есть шум и фронтальный сенсор снимает хорошо меньше что от zfold 4 большой разницы нет здесь она больше физическая в любом случае короткий пример в разных условиях вы сейчас увидите 4к 60fps съемка в лифте фронт раз уже основная камера видите как удобно у самсунга только что выгрузил топ-10 смартфонов получается до 30000 рублей до 50000 рублей уже на канале по цене качество по соотношению флагман уже на канале топ и еще будет на 40 тысяч народ возмущался почему до 30000 определенный смартфон 1 и есть неудачные модели которые потом продаются очень очень дешево вот и еще немного фронталки 4к 60fps насчет температуры цвета света она все правильно такая свет лампочки желтые теплый свет сколько 3000 кельвинов у него температура да и вот так он сможет вас снимать кстати если открыть нет фронталка если открываешь вот такая к сожалению она не переключается при съемке и какой-то рога шаттер есть ну что ж 4к 60fps съемка с одной руки не так просто снимать и плюс еще и начался дождь полду не повезло наверное как и мне почему потому что в дождь советую никому не кататься только если у вас есть abs на колесах ну и вообще в принципе в доске лучше не кататься опасно это все если говорить о съемке ночью еще и в дождь то она примерно будет вот такой как вы сейчас видите насколько она хороша мне нравится на ультра ширик перейти нельзя товари там на фронталку переключиться нужно будет переворачивать смартфон посмотрим как он запишет мне прям очень интересно сможет ли он понять что картинка поменялась в ближайшее время вот так вы сможете снимать движение ночью вряд ли сценарий использования вам будет такой близок надеюсь что нет или что в целом мне картинка нравится хотя помню что у самсунга есть покруче модели по съемке а пол принципе 4к 60fps съемка с одной руки и вот сейчас будет интересно x10 ночью сможет вам что-то дать x2 x1 2 x1 и еще раз их здесь у ночная съемка на тот на той ночная на фронталку жаль нельзя перейти на ультра ширик так фронталка 4к 60fps я здесь хочу отметить особо что я несколько раз протирал все камеры ну вот так вот они снимают ним неплохо нехорошо кстати фронталку у него лучшему пиксель 8 про хотя по спекам нет матрица не думаю но опять же может быть алгоритмы еще довезут не у самса 3к 60fps телевик x3 максимум x12 ну а самое приятное в этой всей себя то что можно менять с фронталки на основу на телевик жаль на улице расширить так непривычно видеть мракобесно ультра ширик у самсунга но здесь 1080p 30fps максимум и хорошо что как говорится он есть переходить на фронталку тоже мер работы внутренней фронталки это та которая на внутреннем большом экране максимум 1080p 60fps здесь у нас можно предосмотр предпросмотр фотографий параллельно делать уходить на основной модуль разрешение будет тоже 1080p 30fps и возвращаться на фронталку ну есть и есть и кто не понял она здесь аля скрыто скрыто она скажем так прямо не идеально но скрыто довольно неплохо 4к 60fps фронтальный сенсор фронтальная камера можно фотографировать а так вот так переключать на основной модуль и снимать на него x4 максимум но если открываешь соответственно отрубается камера но это было бы слишком уж жирно если бы она работала прошерик максимум в тысячу ультра ширик максимум в 1080p 30fps на фронтал тщательно основной сорта на x3 особо сильно не буду мучить съемкой потому что это все-таки smart чуть про другое хотя снимает он тоже довольно хорошо допустим x12 максимум вот так 4к 60fps съемка на основную модуль локация как раз созданную для того чтобы можно было снимать на видео и фото для различных соц сетей что же в движение 4к 60fps говорят почему без стабилизатора дерганые руки друзья но не все пользователи будут операторами трассы не у всех будет возможно с собой еще стаб стабилизатор таскать хотя вполне возможно если вы операторы то но не дров что вы будете на этот смарт снимать прямым текстом есть что-то дешевле и точно не кузов видите тренируется анталка 4k 60fps место где можно опять же посидеть поесть либо пофотографировать людей здесь по минимуму как вы заметили потому что сюда народу лень подниматься можно повернуть камеру и поснимать 4к 60fps остальные объекты x максимум 10 такой себе x но снимает кстати неплохо учитывая освещение 3к 60fps посвящено опять же футблогингу и есть отдельный режим еда для фотографии все стандартно всякие там бургеры картошки ну может быть так а вот это дело будет полезным вот так сможете снимать в условиях довольно хороших с лишнего света нет ну и ночи пока тоже не покажется вот так вот стилизовано все от марс лиск мая лиск мая кассет fps умножаем на 3 все это дело прям стилизована 4к 60fps но по цветам тяжело ему надо будет смотреть жилки вот этот вот отрезок он не такой желтый металлический просто отражение получается работают не на него и все максимум здесь 3к 60fps и опять попытка футблогинга точнее попытка помочь тем кто занимается футблогинга вот так будет выглядеть напитку уже делать опрос 4к 60fps по поводу футблогинга стоит снимать или нет в общем здесь смотрите цвет соответствует соответствует но ощущение что он чуть-чуть не совсем так передает здесь то же самое здесь менее яркие цвета и вскрытие как говорится покажет 4к 60fps внутри внутри должно быть апельсиновый узел я но там и есть норм еще немного 4к 60fps и еще немного футблогинга чего футблогинга плохого нету и немного наггетсов ну что как говорится включаем режим уборки точнее мытья байка и вы заодно видите как это дело все может снимать процесс вашей жизнедеятельности если вы решите устраивать какой-то там стори тейлинг то в принципе нарезка с этой камеры позволит мне кажется вам это делать и насколько хорошо опять же ну при получается рассеянном свете закат довольно неплохо все выглядит идеальным разумеется не назвать но да но в целом очень даже неплохо опять же а что такое идеальное самсунг хорошо снимает особенно при достаточном освещении и это топовый самсунг разумеется вот так потом растираем и как смывается вы еще увидите следующие записи в целом когда нужно будет кто-то мыть это будет выглядеть вот так разумеется перед тем как мыть нужно все хорошенько растереть а съемка и достойно вроде решать вам как говорится моветон в лифте себя снимать в очках солнцезащитных вот так примерно сможете в 4k cps делать подсъема после ночи вот лифте желтеньким конечно да и хотя здесь опять же здесь теплый свет как должен быть 3k 60 fps икея у меня есть такое ощущение что чуть рваная запись 3k 60 fps вот это вот party box у икея к 60 fps съемка из машины свет отключен и вот так довольно кстати неплохо на основном модуль на фронталку на фронталку разумеется все печально 3k 30 fps не помогают на фронталку а на основном модуль вроде бы тоже неплохо 4k 60 fps допустим вы взяли кондо сняли квартирку рядом с пляжем а-ля с рядом а-ля рядом а-ля с пляжем решили поснимать в 4k 60 fps как он благополучно идете к нему чтобы примерно понимали как до него надо будет идти и все это нужно будет делать разумеется в безумной жаре здесь персонально у всяких всех отдельных корпусов бассейнике недовольно небольшие в основном это русское население если это говорить про той русские тайцы китайцы на трех языках в 99 процентов случаев все надписи вот так вы сможете снимать приготовление к новому году с пальмами на балконах почему опять же на балконах к слову почти ничего нет потому что здесь есть дни когда очень много метра экстра много экстра много влаги и все что у вас на балконе может быть благополучно смыто а ветром вся ваша одежда которую вы сушите улетит это бывает не столь часто если бывает улетает почти все опять же это я говорю про высокие тоже наверно на низких не так но вы не для этого смотрите рассмотрим для того чтобы понять как 4k 60 fps полде пятом вы сможете снимать вот вроде бы светло достаточно для съемки с основного модуля но видите с фронталки дополнительного экрана все довольно-то на основной еще немного вроде бы но не немного опять вверх опять непонятного вида бассейн много источников света довольно противных съемка кстати была с одной рукой с двух потому что не планирую выронить смартфон надеюсь что он у меня не утонул также как флип 5 утонул напоминаю что флип 5 после утопления все теста прошел а через полдня у него перестал работать сенсор вот тачскрин и очень надеюсь что этого смартфона такой истории не будет вот так вы спускаетесь вниз поднимаетесь спускаетесь и все еще снимаете как говорится долго и упорно и здесь у вас ждет спортзал в целом мы повернули не туда как говорится надо идти дальше возможно в первый или второй раз или в третий вас будет точно также когда вы захотите повернуть а повернуть будет нельзя и еще немного хотя почти первая линия но вот не первое сколько мы уже идем уже идем три минуты вот они пять минут только прикиньте это допустим у вас будет пожаре будет еще много людей и обратно вам придется подниматься а не опускаться с другой стороны неплохой тренд но каждый раз когда вы видите на карте но она же прям рядом но вот тут каждый раз думаете о том что вполне возможно это счастливый приятных морюшка будет где-то не близко ну что же с двух рук издалека перверки фолд пятый и iphone 15 pro max телевик на яблоке ультра ширик база x2 телевик поближе еще потом поснимаю но пока вот так 3к 60 ппс и это безумие фестиваль фейерверков таиланде тенька но нужно здесь происходит во время праздника попали по другому я не скажу неважно почему потому что мы смотрим как снимает 4к 60 ппс пол 5 на получается сейчас фронталку внешнего экрана 4к 60 ппс съемка с одной руки это у нас x2 и 5 шоу дронов x1 вот так примерно вы сможете снимать со мной руки шоу дронов выглядит эпично все раз протру есть ощущение что дроны погибают так немного подблогинга все это дело снимают 4к 60 ппс и да умножаем все плюс-минус нахлев вот так получается фе и пол до пятого нужно снимать с основного модуля рассказывать о них ничего не буду скорее всего в одном ролике все это увидите и вот так все равно каждый час здесь получается отрабатывать не стал отрочитатива в этот раз вот никогда такого не было от этого рак пошел не хочется ничего рассказывать про самсунг даже они у меня уже разок погибли единственное можете звуковые дорожки накладывать и сравнивать где у вас лучше микрофон отрабатывать только iphone очень далеко от источника разумеется у него будет такая себе звуковая дорожка у меня сэкономика Смотрите на фокус на яблоке Минус это ультра медленная зарядка, очень убогий комплект поставки, процессор тротлит, но меньше чем в начале и маленькое время автономной работы. Также к минусам отнесу, что в аналогичных девайсах от других брендов иногда дороже, намного меньше ощущается переход от одного экрана к другому. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Не забудьте участвовать в розыгрышах, всем огромное спасибо за просмотр. Коммировать я хотел бы стандартно, повторением недостатков. Очень жидкий комплект, вам нужно по-любому докупать довольно дорогой чехол. Помимо этого, у этого устройства очень низкая ремонтопригодность и она имеет высокую стоимость. Если вы не в регионах, где есть сервис, либо не понимаете, как этот сервис работает, повторяюсь тысячный раз, обязательно с этим разобраться, если вы решите покупать подобное устройство, как, где и что. Обязательно посмотрите на форумы, посвященные данному девайсу, потому что существует очень много подводных камней, хотя оболочка фактически идеальная для фолдов, она в принципе не идеальна, она идеальна по сравнению с остальными. Медленная зарядка, да, в каком-то смысле убивает, шим уже на многих начинает действовать, и когда три года назад все говорили о таких проблем ни у кого нет, сейчас я все больше комментариев читаю, что сани, да, у самсунга космический шим, я перехожу на что-то другое, глаза начали болеть. Это и правда так и работает, от шима вы перенапрягаете зрение, как когда-то мы сидели в начале 90-х перед этими экранами, электронно-лучевыми лампами и остальными делами, и все говорили, да ничего, вот защитный экранчик повешу за 700 рублей и все. Нет, это не так работает, в это мы втыкаем постоянно, у этого довольно маленькие экраны, маленькая площадь, плюс глаза перенапрягаются, и в целом ваша миссия сохранить свое здоровье. Самсунг это, скажем так, на грани того, чтобы сохранить, здесь не супер лютый шим, но он довольно приличный. Если говорить о каких-то фишках из разряда, могу ли я сказать, что это эталон раскладушки, фолда, да, то есть из того, что я тестировал и держал в руках, лучшие операционки, более продуманные системы и всего остального нет. Лучше ли это экран? Однозначно нет. Лучше это скорость зарядки? Конечно же нет. Лучшее поведение в играх? Разумеется нет. По камерам, это одна из лучших камер, которые я видел в складных смартфонах. В целом, свою мысль я до вас донес. Девайс как был флагманским топом, так и остался. Самсунг как был флагманским топом, несмотря на то, что он сейчас не раскидывает деньги по нашей стране, потому что они официально ушли, и вы не видите бородатую рекламу, от этого хуже они не стали. Да, их стали больше хейтить. По поводу расходов и всего остального, помним, что все эти операционные расходы это основа, полупроводники это основа, и самсунг зарабатывает не на смартфонах основные деньги, смотрите их структуру. Ни в какой период упадка они не ушли. Да, они проигрывают часть рынка, но точно не в фолдах. Посмотрите, как растет по экспоненте потребление именно фолдов и флипов именно у самсунга. Так что девайсу самому по себе от меня однозначно да, людям, которые считают деньги, однозначно на него смотреть не стоит, потому что покупаешь S23 Ultra на какой-нибудь распродаже за 74 тысячи, как сейчас было на Black Friday на Али, и в ус не дуешь. У тебя такая же камера, шикарный экран, ну не хуже, чем этот, стилус сразу, который не надо докупать с чехлом и все остальное. Плюс существует просто море смартфонов, которые составят ему конкуренцию. Но, повторяюсь, не в фолдах. Девайсу как таковому да, для покупки нет. До того, как вы сходите в магазин и не скажете мне, что вы постоянно пользуетесь документами, он вам нужен, либо вы понятия не имеете, сколько он стоит, и просто проведете карточкой, возьмете, поиграетесь и отдадите кому-нибудь из знакомых, не задумываясь о стоимости. Добра и удачи вам, дорогие друзья! Добра и удачи!